Любимые, всем привет! Вы на канале с Аленой, вы на канале прожить без невроза до 100 лет, да? И мы с вами сегодня говорим про такую тему диабет. Ха-ха-ха! Почему эта тема? Ну, потому что вы спрашиваете, я отвечаю, отвечаю, продолжаю на ваши письма. Диабет, друзья, при чем тут невроз? Ну, при том, как бы, человек, у которого постоянно повышенный сахар, у него разрушаются все органы. И даже проблема идет с головой. Соответственно, вот при диабете какая терапия, как вы думаете? Первое, это психотерапия. Второе, это действительно терапия едой. Также, что еще нужно знать? Диабет бывает не только связанный с питанием. Он бывает из-за того, что есть межклеточный мусор. Вы скажете, что это такое? Откуда? И да, это бывает из-за вирусов, из-за бактерий, из-за свободных радикалов. И это мешает клеткам поддерживать чистоту. Соответственно, здесь нужен постоянный детокс. Что еще я хотела сказать вам, если есть вот такая история? Понятно, консультации по питанию вы должны получать. Но еще и есть дополнительная вещь. Вы должны знать про то, сколько белков, сколько жиров, сколько углеводов примерно приходит в ваш день ежедневно. Метаболические процессы, они не бесконечны. Именно употребление фруктозы бесконечное отражается на уровне мочевой кислоты. Соответственно, высокий уровень мочевой кислоты тоже опасен. Диабет и когнитивные нарушения, они очень серьезные, друзья. Что хочется вам сказать, как на путстве? Если есть такая генетическая история. У меня, например, в роду есть люди, которые носят это заболевание. Генетически оно, в принципе, может возникнуть и у меня. Соответственно, если я не понимаю, что я кладу в тарелку, провожу ли я детокс. Детокс – это не значит фруктовые смузи. Это значит, что я помогаю себе хлорофилом, когда нужно. Я помогаю себе достаточно клетчаткой выводить то, что попадается. И, соответственно, работаю с психологией. Почему? Высокий уровень стресса провоцирует выброс инсулина. Высокий инсулин провоцирует скачок сахара. И круг замкнулся. И даже диета не способна сдержать данную историю. Поэтому сдерживаем себя сами. Правильно.